Ты такой говоришь, Желеде? Как себе не могла так поступить? Как она могла винить людей? Так она ещё недавно вышла из больницы. Знаешь, старик, я правда сама не поняла, удивилась. Она была в такой ярости, я не смогла её остановить. Тебе нужно было видеть, в каком состоянии была госпожа Хедея. Она так разнервничалась, она и так еле на ногах держалась. Я так боялась, что с ней что-то случится. Слава Всевышнему, Берчин. Нашла запонки рядом со шкафом, и ситуация разрешилась. Но ты всё же ничего не говори, Сибель. Я и так достаточно стыдно было сегодня. Ладно. Спасибо, что сообщила, увидимся. Господин Тарек, прошу вас. Я только сейчас узнал о том, что произошло сегодня. Я чувствую себя очень виноватым по отношению к вам. Я от имени Сибелья тоже извиняюсь. Пожалуйста, простите нас. Здоровья вам. Случилось недопонимание. Ничего страшного. Но, господин Тарек, мы не такие люди. Главное, чтобы вы знали об этом. Конечно, мы знаем. Мне очень жаль, правда. Да. Хорошо. Я скоро приду. Извините, пожалуйста. Для бассейна должны были прийти материалы. Они пришли. Я должен прийти и следить за ними. Конечно, конечно. Мы не будем вас отвлекать от работы. Я тоже пойду. Ой. Господин Тарек. Выбейте чайку, прошу вас. Сядьте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ваша дочь, правда, очень выручила нас. Но будет довольна Аллаха ей и Ваню. Правда, у вас прекрасный ребенок. Берчи? Если не считаешь, что она вдохновляется мамой, на самом деле у нее доброе сердце, да? Хеди. Я хочу задать тебе другой вопрос. Ты помнишь, что ты сказала мне в больнице? Не помню. Я доверяю тебе ослым, потому что... ты это сказала. Что ты имела в виду? Я доверяю сам тебе, потому что... Потому что что? Что это значит? и... Что это значит? Субтитры сделал DimaTorzok